всем привет сегодня я с таким мини-туториалом как раскрасить пчелку даже если честно не хочу называть это туториум это просто как бы моя идея с которой я хотела бы который я хотела поделиться с вами такие вот пчелки у вас получится пушистые все в пыльце давайте для начала я покажу вам какой материал вам понадобится значит и фломастеров я применяю мои фаберка ступит артист пен черный желтый такой вот скалит red вы можете применить конечно же свои другие фломастеры пчелки уже заранее меня покрашены были красила их тоже этими шифла мастерами только желтые оттенки у меня получились какие-то другие но это в принципе не имеет никакого значения главное чтобы распределить где черные где желтые покрас будет значит эти фломастера мы будем применять на теле пчелы также для тела пчелы вам понадобятся карандаши я применила призмы вот все номера мы карандаши черный себе band band окра и памки ночь также потом вам пригодится белый карандаш белый уголь у меня и такой но хардмут диоконда такой вот и белая пуска и или белая гелевая ручка для крыльев для крыльев мы возьмем карандаш зипия потом кой желтый канаве гену минераль он тридцать процентный теплый серый и металлическое золото для пыльцы я применяю артекс акриловые маркеры если у вас нету акриловых маркеров можно быть у вас есть поско и или вы можете взять просто кисть и куаш и или акрил и для крыльев еще применяю вот такой вот акриловый маркер такой светло-голубой и для тельца еще и забыла показать тоже акриловый маркер он такой светло-телесного цвета или совсем блеклый желтый но это тоже не обязательно можно также пройтись если у вас ничего такого найдется можно будет пройтись углевым карандашом еще мое примечание что мой фломастер фабер кастал мой фломастер а все мои фломастеры это по мастер б и черный фломастер плохо пишет если у вас найдется такой фломастер который плохо пишет и кончик у него кисть то не выбрасывайте он он даже очень пригодится попробую вас приблизить так обратите внимание на пчелку вот эти вот все ее волосики пушистые распушенные распушенность такая да это все придал этот фломастер то что плохо пишет можно проработать как бы шерсть или волосики кого позволяет да то что немножко так у холостенько пишет так что не торопитесь выбрасывать такой арт-материал давайте начнем начнем начну я с этой пчелки значит для начала я возьму желтый фломастер я надеюсь вам все видно и ростом и здесь добавим яркости таким вот образом только по бокам красным скажем нет нет немножко так вот добавим к немножко эффекта красные теперь по моему самая забавная часть это черным нарисовать волосики наши пчелки едва прикасаюсь вы мастером делаем наши пчелки пушистую пчелку если у вас нет такого фломастера который уже плохо пишет и вы еще не очень приноровились с материалом как бы делать структуру волос просто на отдельном листочке потренируйтесь это примеру файн линером если бы вы рисовали сейчас бы реснички то можно потренироваться просто на отдельном листочке едва прикасаясь бумаги легкими движениями не бойтесь рисовать на крыльях они прозрачные как бы просвечивать также тут голова пчелы тоже придадим немножко пушистность ну это легко конечно когда фломастер плохо уже пишет могу для вас попробовать файн линером сейчас я найду нашла свой стабилу файн линер попробуем им я думаю принципе тоже да получается все как я уже сказала попробуйте просто на отдельном листочке такие мелочевские такие полосочки там почеркать примерно вот так да то есть немножко как бы потренироваться набить руку если прям боитесь испортить там нужно ну или на рамда тоже можно добиться ну просто придаем такой эффект что наша пчелка очень пушистая так и здесь конечно тоже важно немножко обозначить мне конечно нравится нравится рисовками поменим но мы здесь как бы стиль стилизуем по-своему картинку не значит что нам рисовка и не нравится ну примерно так не потому что фломастером меня привилит что у меня есть такой фломастер который плохо пишет которым классно делать эти эффект так следующее я возьму этот бледный светлый такой мою кривомаркер и пройдусь здесь еще это как бы блики как бы на нашу пчелку попадает свет и отражается на ее гладкой пушистой спинки таким образом если вы вам не нравится к примеру как здесь волосики кого пострадали из-за этого можно подправить все тут без проблем примерно так теперь я возьму черный призма color и немножко при там здесь значит такое темные уголки это все как бы для эффекта просто создать глубину и тени потом зебия все таки движения как бы мы имитируем как бы рост волос на ее теле совсем чуть-чуть и последним оранжи примерно так вы видите уже такая пушистая пчелка эффект просвечивается да теперь берем наш белый белый уголь и намечаем блики голове тоже стиле ее просто волос немножко растушевывать растушевать можно вот таким вот макаром потом белой пускай можно можно обозначить парочку совсем светлых волосиков примерно так главное не преувеличивать так главное сначала карандаш а потом плоско потому что карандаш по пуске плохо рисует поэтому такая поочередность так ну теперь самое фан это конечно же акриловый маркер этим же маркером я придам еще вот здесь вот на этой части волосиков как бы такие желтые волосики тоже очень аккуратно легкими движениями едва прикасаясь внимание камба такие одиночные такие редкие волосики мы перекрашиваем целиком желтым просто придаем эффект таким образом наши пчели мне тоже как видите не всегда получается если такое произошло то черный ломастер вам на помощь так вот можно это подкрасить как бы так и здесь это пыльца наша пчелка трудолюбивая она только что летит от одного цветка к другому и она конечно же вся в пыльце тут вот на самой картинке тоже как бы обозначена пыльца это думаю я ее так буду раскрашивать дальнейшем как пыльцу то есть сейчас самый такой фан это натыкать как можно больше маленькие большие точечки которые обозначают как бы пыльцу помощью такого вот маркера или кистью гуашью или акрилом оранжевым тоже пыльца пыльца это все как бы для эффекта что наша пчелка выглядела интереснее также между лапок как бы пчелы собирают пыльцу лапками понятное дело вот так вот здесь вот между ее лапок в складках как бы обозначим пыльцу примерно так теперь берем обратно карандаш белый белый уголь и он у меня уже не очень острый я как вижу но я постараюсь здесь кстати на этой пчелке уже почти не видно стерлась немножко надо аккуратнее ее возить руками я еще не фиксировала поэтому здесь вот так вот сбоку лапки придаем тоже глубину это у нас такие блики как бы тоже для эффекта чтобы просто пчелка смотрелась эффектнее видите это очень быстро и легко все делается потом белым и плоской делаем такие яркие блики полосочки вот так вот и пчелка наша почти готова остается только крылышки у пчел крылья немножко другие у них вот этих вот каемочек нету и я заранее их просто белым вот так вот покрываю это тоже придает такой эффект как я считаю у нее крылышком целиком я это не хочу как бы закрасить типа что у нее этого этой бордюрки нету как бы на крылышке просто такой эффект точечками теперь мы берем наши карандаши сначала сепию и совсем каотично вместо какой-то схемы просто наносим немножко сепию легкими движениями потом где-то наносим желтый извиняюсь что у меня тут стол ходу на дом ходит надеюсь что не сильно шатается все там оранжевый минераль оранж серый вы видите у меня даже не поточенную да в принципе здесь и неважность просто для эффекта крышки у пчелки они вообще прозрачные здесь много пыльцы и картинка на картинке будет больше желтого я решила сделать ей крылья не голубые там не просто прозрачные белые а вот какие-то вот такие вот вот и все в принципе если вам слишком блекло то можете немножко еще где-то придать больше желтого сильно тоже не надо давить на карандаши потому что крылья они прозрачные это не бабочки у которых сплошные крылья об челке ну и теперь нам понадобится блекоглубой маркер если у вас нет такого то и гелевая ручка тоже подойдет вот просто белая я просто решила немножко голубого взять хотя он очень блеклый и в принципе издалека смотрится чуть ли не как белый теперь просто все что черное черные линии линии мы обводим маркером слегка заходим на тело нашей пчелки пчелки такими слегка размахистыми движениями перекрываем черный лайн арт ну конечно может спокойно немножко просвечиваться целиком его не хотим перекрывать чтобы он прям вообще не видно было да и не получится этот маркер он не настолько перекрывающий такой примерно вот таким макаром получаются наши крышки вот просто бегрываем лайн арт лайн арт ну Продолжение следует... Продолжение следует... Если вам понравилась моя идея для раскрашивания пчел, пишите комментарии, понравилось ли вам видео, понравилась ли вам идея. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!